Басманный суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в нападении на Крокус 22 марта. Они отправлены в СИЗО до 22 мая. Им всем предъявили обвинение в совершении теракта, а за это грозит пожизненное лишение свободы. Судя по внешнему виду, подозреваемые были избиты, а в суде, по крайней мере в открытой части, не было предоставлено доказательств того, что именно эти люди причастны к нападению на Крокус Сити-Холл. Подробнее в нашем сюжете. Заседание суда по мере пресечения для предполагаемых нападавших прошло поздно вечером 24 марта. На суд подозреваемых привезли под конвоем с закрытыми глазами. Перед этим они были на допросе в Следственном комитете России. Судя по кадрам из суда, подозреваемых избивали. Так странно напоминаю, судью не снимаем. Первым арестовали Далер Джона Мирзуева. Во время заседания выяснилось, что ему 32 года. У него была временная регистрация в Новосибирске, но она истекла. Мужчина женат, у него четверо детей. Раннее видео с его допросом опубликовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Заметно, что после допроса у Мирзуева появился синяк под глазом. А также на шее висел пакет. Издание агентства считает, что он мог использоваться как кляп. На видео допроса Мирзуев рассказал, что ему пообещали 500 тысяч рублей за теракт. Это чуть больше 5000 долларов. Второй предполагаемый нападавший – 30-летний Саида Крамимурадали Рачабализаду. На суде он сообщил, что женат, у него есть ребенок, где зарегистрирован в России, он не помнит. Видео его задержания опубликовал связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Грейзоун». На кадрах, которые мы не можем показать, видно, как один из участников задержания ножом отрезает часть уха Рачабализаду. В зале суда мужчина сидел с перевязанной головой. Еще одного подозреваемого зовут Фариду Нишам Сидин. Он сообщил, что ему 25 лет, у него также есть жена и ребенок. Работал официально разнорабочим на фабрике. Зарегистрирован в Красногорске. Вечером 24 марта в телеграм-канале «Грейзоун» появилось фото, на которых его, предположительно, пытают током. В суде он был с распухшим лицом, судя по всему, после избиения. Телеграм-канал 112 утверждает, что накануне теракта Фариду Ни приходил в крокус на спектакль. Он попал в объектив фотографа мероприятия. Избрать обвиняемого в Фариду Ни, в Сидину, в мероприятии, где заключение по стражу. Последним арестовали 19-летнего Мухаммад Сабира Файзова. Он работал в барбершопе в Иванове. На суд его привезли в кресле-каталке и с подключенным катетером. Ранее российские СМИ публиковали кадры его допроса из больничной палаты. Он общался с силовиками с помощью переводчика. Заседания проходили в закрытом режиме. Ранее ФСБ отчиталось о задержании 11 человек, четверо из которых непосредственно участвовали в нападении на крокус Сити-Холл. Судьба остальных семи неизвестна. Продолжение следует...